Здравствуйте, дорогие слушатели! Продолжаем с вами разговор о подготовке ребенка к усвоению курса русского языка. Если вы не смотрели первую часть, обязательно ее посмотрите. Итак, мы с вами продолжаем. Что же важно для того, чтобы подготовить ребенка к усвоению курса русского языка? Важно развивать мелкую моторику. Специалисты пишут, что не так важно учить ребенка собственно писать, как сделать акцент именно на развитие мелкой моторики. Что для этого можем делать? Смотрите, мы можем использовать различные пальчиковые гимнастики. Уделяют вот такие типы упражнения. Их вы можете посмотреть в интернете. И как это будет интересно ребенку. Представьте, когда вы гасите свет, у вас театр теней, и ребенок складывает из ладошек собачку, птичку. Они еще начинают двигаться, птичка машет крыльями, собачка открывает рот и так далее. Вот эти игровые приемы, эта пальчиковая гимнастика прекрасно развивает мелкую моторику ребенка. Также важно для этого использовать такие приемы, как, например, вырезывание различных фигурок ножницами или лепка из пластилина. Также работа с мелкими деталями тоже очень хороша. Например, использование мозаики. В подготовке руки к письму положительный эффект дадут упражнения в штриховании, в раскрашивании, в рисовании по креточкам, в проведении линий. Вот здесь на слайде я представила те задания, которые вы можете обнаружить в различных пособиях, адресованных дошкольникам, которые продаются в книжных магазинах. И иногда такие же задания печатаются в периодической печати, тоже адресованной детям этого возраста. Здесь вот вы видите штриховка. Например, это не просто штриховка, а задано, как нужно штриховать, снизу вверх или сверху вниз, справа налево или слева направо. Провод линий по пунктирным линиям, когда линия должна идти четко по центру. И еще прокомментирую вот эту цветную линию с квадратиками. А это что за упражнение? А это вот когда, скажем, у ребенка гипертонус руки, вот такое упражнение позволяет избавиться от этого. Когда мы предлагаем ребенку раскрасить квадратики с разной степенью интенсивности. Первый квадратик не раскрашивается, второй квадратик он раскрашивает самым слабым нажимом на карандаш, далее более интенсивно, ну и последний, как вы понимаете, с максимальной интенсивностью. Следующая важная позиция в подготовке ребенка к усвоению курса русского языка – это развитие пространственной ориентации. И вот здесь я на слайде обозначила, какие проблемы могут вызывать несформированность ребенка как раз пространственной ориентации, как в жизни, так и в пространстве листа. Это, например, несоблюдение границ, полей, строк, клеток, когда ребенок зеркалит буквы. Для дошкольного возраста это вполне допустимо, но вот когда он уже подходит к школьному периоду обучения, здесь стоит задуматься. Это слишком мелкие или, наоборот, слишком крупные буквы, когда ребенок пишет. Как мы можем помочь ученику? Смотрите, какие простые задания. Например, рисование по словесному описанию. Вот вы привыкли давать ребенку задание, ну нарисуй что-нибудь, дали там какие-то карандаши или фломастеры. А мы можем предлагать ребенку нарисовать клумбу, да не просто клумбу, а такую, чтобы в центре клумбы были красные цветы, с правой стороны желтые цветы, а с левой стороны синие цветы. Или, например, работать с девяти квадратами. В центр вы помещаете какую-то фигурку, например, флажок, а дальше говорите ребенку, нарисуй над флажком мячик, справа от флажка там, скажем, бабочку, да, в левом верхнем квадрате там еще что-то и так далее. Вот ребенок учится ориентироваться в пространстве листа. Также очень важно, чтобы он ориентировался и в обычной жизни, да, то есть в движениях своих соблюдал это. И тогда мы можем расчертить эти квадраты на асфальте и давать ребенку команду, да, сделай шаг вперед, сделай шаг вправо, сделай шаг влево. Это тоже будет способствовать развитию пространственной ориентации у ребенка. Далее мы можем предлагать ребенку рисовать по клеточкам или срисовывать по клеточкам. Если ребенок уже знает цифры, мы можем говорить, командовать, да, две клетки вверх, три клетки вниз и так далее. Или вот такой тоже интересный прием, когда мы говорим составить маршрут мышки к сыру. И вы сами составляете свой маршрут и говорите, я составила маршрут, а вот интересно, сумеешь ли ты повторить мой маршрут? И даете ребенку тетрадь в клеточку и начинаете диктовать ему этот маршрут. Три клетки вперед, две клетки вниз и так далее. А потом сравниваете два маршрута, получилось ли у ребенка повторить в точности ваш маршрут. Следующее важное условие – это развитие восприятия и переработки визуальной информации. Ну, представьте, как много ребенку предстоит запоминать чисто визуально, да, и перерабатывать эту визуальную информацию. Это и то, как выглядит буква, это и то, что он прочитал, это и буквенный состав какого-то слова словарного, например, и так далее. Как мы здесь можем помочь? Смотрите, во-первых, игры. Причем важно, вот это важный такой момент, на который я бы хотела обратить внимание, чтобы ребенок двигался. Всегда придумывайте такие задания, которые вызывают движение. Вот известная игра. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура – замри. Одна из интерпретаций этой игры такова, когда дети принимают какое-то положение, и водящий должен заметить, если положение меняется у кого-то. Вот была поднята, например, правая рука, он отвернулся, а тут уже раз, руку поменяли. И вот он должен это заметить. Прекрасное для этого упражнение в то же время игра активность ребенка. Дальше идут такие задания, которые вы не раз, я думаю, встречали в книгах для дошкольников. Это, например, «Найди отличие». Вот два клоуна, и внизу даны квадратики, в которых ребенок отмечает, например, кружочками или галочкой, сколько отличий он нашел. Нашел отличие, в квадратике ставится значок. Еще нашел, еще ставит значок. Или задание «Сделай всех одинаковыми». Когда нарисованы, например, зайчики в ряду, но у каждого зайчика чего-то недостает, и вот ребенок должен понять, чего не достает, и дорисовать это. Еще одно задание. Что изменилось? Это вообще прекрасное задание, которое вы можете выполнять, когда едете, например, с ребенком на пароходе. И вот посмотрели, что у вас лежит в сумке, выложили перед ребенком телефон, очки, губную помаду, ключи, и предлагаете ребенку запомнить то, что лежит на столе. Дальше ребенок отворачивается, вы что-то меняете или что-то убираете, он поворачивается и должен заметить эти изменения. Согласитесь, это интересно. И в то же время посмотрите, как прекрасно развивает наших детей. Задание можно использовать и более сложное, применив, например, карточки, как вот здесь я представила, когда картинки располагаются в определенных геометрических фигурах. И ребенок проговаривает, например, цветок в треугольнике, бабочка в круге, вишенки в квадрате. И когда вы что-то меняете, ребенок опять же должен увидеть вот эти изменения и отметить. Но это могут быть еще тоже распространенные такие варианты заданий, как наложенные друг на друга изображения. Ребенок должен как можно больше предметов увидеть. Здесь вот у меня посуда, могут быть животные. Если уже знает буквы, могут буквы накладываться, и он тоже должен увидеть. Ну или еще вот игра с домино, да, найди ошибку выкладывания домино. Следующая важная позиция – это развитие восприятия и переработки, но уже аудиальной информации. Ведь ребенок будет воспринимать информацию не только зрительно, но и на слух. Поэтому это тоже очень важный момент в подготовке ребенка к усвоению курса русского языка. Здесь опять же мы можем использовать такие, например, игры, как шумящие коробочки. Когда вы коробочки от киндер-сюрприза наполняете разными крупами, а ребенок потом слушает и находит одинаковый. Или игра «повтори за мной». Опять же, когда вы где-то находитесь, идете куда-то ребенком, сидите где-то с ребенком, повторяй за мной. «Сом-ком», «том-дом». Посмотрите, вы называете слова, которые отличаются одним звуком. Дальше усложняется задача «рак», «мак», «лак». Сумел повторить это? Прекрасно. Еще усложняем задачу «мышка», «мишка», «мишка», «мышка», «кошка», «мошка», «ложка», «мошка» и так далее. Запоминалочка. Замечательная совершенно игра. Смотрите, когда игроки работают так или играют так, дается какое-то слово, первый игрок задает слово, например, улица, следующий игрок должен добавлять свое слово и формировать уже какую-то фразу. И вот эта фраза, она все время будет, так сказать, увеличиваться. И каждый игрок, прежде чем добавить свое слово, должен повторить вот эту фразу. Вот, например, улица. Другой добавляет. Зеленая улица. Следующий добавляет. Зеленая улица с домиками. Другой игрок. Зеленая улица с красивыми домиками. Посмотрите, как растет объем памяти ребенка. Вот еще такое интересное упражнение, которое нам рекомендуют нейропсихологи для этого. Это чтение под стук небольших текстов. Когда ребенок должен слушать текст и одновременно слушать, как вы стучите чем-то. И вот этих стуков может быть от пяти до десяти. После выполнения упражнения ребенок должен и рассказать вам, о чем был текст. Вы можете задать вопросы по тексту. И в то же время ответить, сколько стуков он насчитал. Следующая важная позиция – это развитие сенсомоторных координаций. Ну, такое вот сложное слово, возможно, сенсомоторной координации. Что это? Это такая координация в системе. Смотрите. Ухо – рука. Глаз – рука. Глаз – ухо – рука. Вот такие координации, которые очень важны, когда ребенок, например, слышит и пишет диктант, или видит и записывает что-то и так далее. И вот очень важно, что вот эти анализаторы, межанализаторные связи были, так сказать, у ребенка активно развиты на должном уровне. И также, чтобы вот эти процессы переработки информации могли представлять собой синтез, да, синтез аудиальной информации, визуальной информации и кинестетической информации. Тоже очень важно. Кинестетическая информация, то есть через тело, да, восприятие, через движение. Когда, например, у ребенка могут быть проблемы при написании букв А и О. Вот пишет, например, ребенок копли вместо капли. А почему? Ты что? Ну как ты пишешь там же? И выбирать-то букву не надо, да? Ведь диктуем капли, а ребенок пишет другую букву. Почему? Потому что, как нам объясняют специалисты, буквы О и А отличаются только одним элементом, добавлением вот этого крючка к букве А. И поэтому, если у ребенка слабо развит кинестетический анализатор, то возможны ошибки такого характера. Что здесь мы можем предлагать? Такую прекрасную игру, как вышибалы. Или такую игру, как штантер, когда ребенок видит летящий на него мяч и должен отреагировать очень быстро. Ну, такая игра, например, как хлопни в ладоши, если услышишь, например, название цветка. И вы начинаете перечислять какие-то предметы, да, ребенку, там, например, книга, потолок, дом, мимоза. И вот ребенок должен в этот момент хлопнуть. Или такие задания, как путешествие бабочки по клеткам. Вот тоже 9 квадратов, и бабочка будет путешествовать. Степень сложности этого задания может быть разной. Самое элементарное – это когда вы говорите ребенку, ребенок даете команду, например, бабочка полетела вверх. Ребенок берет бабочку и переставляет ее. Бабочка полетела вправо, берет и переставляет ее. Следующее задание, более сложное, это когда ребенок не действует рукой, он смотрит и предполагает, как двигается бабочка. А когда педагог заканчивает, то задает вопрос, с какого квадрата вылетела бабочка. И ребенок должен показать тот квадрат, где сейчас должна находиться бабочка. Ну и самый сложный вариант задания – это когда ребенок закрывает глаза, педагог ему говорит, как, ну или вы говорите ребенку, да, как двигается, перемещается бабочка. А потом ему говорят, открой глаза и покажи, в каком квадрате сейчас находится бабочка. Также мы можем использовать различные задания, которые называются рисунок в зеркале. Вот здесь у меня три кружочка, может быть, девять кружочков, и ребенок должен зеркально отобразить эти кружочки. Следующая позиция, также очень важная для успешного обучения, это развитие межполушарных взаимодействий. Что это дает? Вот смотрите, помогает предотвратить какие проблемы. Например, грязь в тетради, когда очень много исправлений у ребенка, когда у ребенка плохой почерк, когда у него слишком сильный или слишком слабый нажим. Что для этого можно использовать? Ну, например, вот здесь у меня на слайде представлено, да, это рисование двумя руками. На картинке видно направление движения, стрелочкой указано, и вот двумя руками ребенок выполняет такое рисование. Также мы можем использовать хорошо знакомые тоже вам игры, например, разные действия каждой рукой одновременно. Помните, вот это вот, да, здесь хлопаем, тут гладим там животик или наоборот. Ну, вот это замечательная тоже игра «Я знаю пять имен». Я знаю пять имен мальчиков, и мы ударяем мяч, и в это время вспоминаем имена мальчиков. Или тоже хорошо известная игра – это кулак, ребро, ладонь, когда вы даете команду, и ребенок должен выполнять сначала одной рукой, потом другой рукой, потом одновременно двумя руками. И путаница, когда вы будете путать ребенка, то есть сначала вы начинаете игру в правильном режиме, то есть вы говорите, например, потолок, пол, окно, а дальше начинаете путать ребенок, да, потолок, окно, пол. И ребенок должен ориентироваться не на то, что вы показываете, а показывать именно то, что вы называете. Вот такие моменты очень важны в подготовке ребенка к школе, обращайте на это внимание, развивайте это для того, чтобы действительно потом получать хороший результат в процессе обучения. Но остается актуальным вопрос, нужно ли ребенка учить читать до школы. Я обещала, что вернусь к этому вопросу в конце видео. Так вот, что мне здесь вам ответить? На этот вопрос вам ответит ваш ребенок. Каковы познавательные возможности ребенка? Каковы его особенности, способности? Вспомним знаменитую фразу известного психолога Льва Семеновича Выгодского, который говорил, научить можно только тому, к чему есть возможность научиться. Поэтому наблюдайте за своим ребенком. И если он проявляет интерес, если он смотивирован и хочет этого, почему бы не обучать чтению? Конечно, помогайте ему в этом. Здесь я на слайде вынесла слова из статьи, которая имеет тоже такое очень говорящее название. Если дошкольники захотели научиться читать. И здесь представлено, что представляет собой чтение в дошкольном возрасте. Смотрите, на чем делается акцент. Что чтение рассматривается, во-первых, как прикладная деятельность именно игрового характера и основанная обязательно на желании детей. Поэтому приемы обучения, чтения, которые вы используете, они должны быть корректными для ребенка и действительно его развивать, подогревать в нем желание учиться читать. А не такими, например, как мне рассказывала одна бабушка, которая очень переживает за своего ребенка, который каждый вечер сажают и дают ему читать текст. И вот он читает этот текст, спотыкается, ему тяжело. Она говорит, мне так жалко нашего мальчика. Я говорю, а зачем же вы это заставляете делать? Она говорит, ну как же, мы же готовим ребенка к школе. Как же можно ребенка учить читать дошкольников в корректных формах? Вот есть такой автор Ирина Юрьевна Синицына. У нее опубликовано ряд статей по использованию игрового подхода в обучении дошкольников чтению. Найдите эти статьи, прочитайте. Там очень много интересного. И здесь вот я на слайде представлены, например, такие упражнения, взятые из ее копилки, когда с одной стороны написаны действия, вернее, животные, а с другой стороны действия. Ну, видите, действия перепутаны. Ну, там ребенку дается игровая ситуация, да, сказочная. Там летел волшебник, рассыпал порошок, все перепуталось. И вот что произошло, и что же произошло? Ребенок читает и смеется, да, собака хрюкает, волк мяукает, овца воет. А какое задание? Надо навести порядок, чтобы все пришло в норму. И вот мы даем ребенку цветные кардаша, обязательно цветные, чтобы еще раз не перепутались. И ребенок читает собака, дальше среди глаголов находит то действие, которое оно выполняет. Чем мне еще, как методисту, нравится это упражнение? Что, посмотрите, мало слов в строке. Это прекрасно для того, чтобы буквенный образ слова запоминался ребенком. И эти слова ребенок прочитывает не один раз, прежде чем найти вот такие соответствия, которые я здесь показала. Ну и еще один прием. Это почтовый ящик. Когда вы заводите дома какой-то почтовый ящик, какую-то интересную коробочку, и опускаете туда для ребенка записочки. Вот записочки могут быть самыми разными. Это может быть и записка от мамы. Например, Петя, подойди к столу, открой крышку, возьми под крышкой, там спрятан для тебя апельсин положим. Вот. Или что-то другое. Ну и посмотрите, какие вот примеры заданий, примеры записок предлагает Ирина Юрьевна, когда ребенку пишут игрушки. Например, Петя, возьми меня сегодня, пожалуйста, на прогулку, слоник. Или я спрятался под твоей кроваткой, найди меня, мишка. То есть ребенок не то, что должен прочитать, но еще и действуй, да, пойти там поискать. Или подойди к нижней полке, загляни в синюю коробочку, я в ней. А кто я? Угадай. Вот такими могут быть экологичные для ребенка приемы обучения чтению. Так что ориентируйтесь всегда на своего ребенка, на его возможности, наблюдайте за ним. И самое главное, любите его. И я, кстати, должна сказать, что сегодня меняется и тренд в образовании. То есть мы от интенсификации обучения переходим сегодня к другой школе. Школа как территории развития, где ребенок у нас будет каким? Какие показатели самые важные? Здоровым, счастливым, позитивным, оптимистичным. Вот это самое главное, чего я вам и желаю. И пусть так оно и будет. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok